13.07 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева и напротив меня сегодня Андрей Вавилов, уполномоченный по правам предпринимателей в Кировской области. Андрей Николаевич, добрый день. Добрый день. Очень рада видеть вас в эфире, тем более, что сегодня есть у нас о чем поговорить. Это ваш доклад об итогах деятельности уполномоченного по правам предпринимателей за 2016 год. Я думаю, что мы как раз подробнее с него и начнем. По статистике за 2016 год к вам поступило 137 обращений от предпринимателей. Я вас хочу попросить оценить, много это или мало? Я стал забывать, что было в 2016 году, в 2017 уже было миллион событий. Давайте к 2016 году вернемся. По крайней мере, это больше, чем в предыдущий год, 2015. Но даже дело не в статистике и не в увеличении. Дело в том, что у нас выявились явные лидеры. Это, естественно, город Киров и Вятские поляны. Да, и, в общем-то, по статистике получается, что около 70-60 процентов, 65, наверное, на прикидку процентов, и город Киров, Вятские поляны заняло, в общем-то, практически 9 процентов. Вот, да, я хотела как раз спросить, а почему, в чем этот феномен? В среднем от каждого района 1-2-3 максимум обращения. Почему из Вятских полян 12? Ну, во-первых, там активизировались предприниматели, наконец-то, потому что до этого они... Предпринимательство в Вятских полянах возрождалось очень медленно, потому что был завод-гигант, так сказать, в точке зрения Вятских полян, и предпринимательство рождалось чуть позже. И, видимо, вопросы накопились, те процессы, которые отработки, работа с контрольно-надзорными органами, с властями районов, которые районы раньше прошли, и все это было утрясено, и оно вот сейчас, в последнее время, в общем-то, в 16-м году, видимо, и в этом году тоже продолжается, пока вылилось. То есть вы это связываете с тем, что предпринимательство в Вятских полянах возрождается? Оно возрождается там, и есть у меня субъективное, объективное, есть ваши коллеги, которые занимаются радиоэфиром, и, в общем-то, если в 15-е, 14-е годы было и ныне, то вот в этом году, по крайней мере, они сказали, ну нет, ну все, мы ожили, мы реально ожили. А вот все-таки, если оценивать количество обращений, к примеру, в 2014 году, когда Институт уполномоченного по правам предпринимателей у нас вот только появился, было 78 обращений, в 16-м году 137. Вроде кажется, увеличение не такое и большое, но я так понимаю, что вам, наверное, на год хватило. Я как бы 14-й год не совсем могу сравнивать, потому что я работал в декабре месяц, только 14-го года назначен буквально 23-м, декабря, а фактически 29-го только приступил к работе, пока все документы прошли. Поэтому вот за 15-й, 16-й год я могу говорить, что, конечно, обращений, на самом деле, хоть и цифры немногие, но они бывают, вот, допустим, по пенсионным взносам, там, коснулось предпринимателей всей страны. И те, еще в чем дело, сейчас же у нас есть контрольно-надзорная каникул по непроверкам, поэтому вопросы, в основном, по неплановым проверкам, они не такие системные, то есть они касаются какого-то конкретного предпринимателя, либо они проводятся по состоянию правительства, либо, значит, по каким-то другим причинам, ну, естественно, там, прокуратура как-то это контролирует. Много вопросов было в прошлых, ну, не много вопросов, есть вопросы системного характера, такие, как по Рослихоснадзору, это там, все эти, вот, связаны с карантинными вещами, поэтому работы хватает. Ну, а также, позапрошлым годом у нас была, помните, такая эйфория, значит, такая игра, игра, кто быстрее закроет рестораны по продаже алкоголя, там, ЗАГС Собрания Кировского, депутаты ЗАГС Собрания Кировской области, либо, значит, федеральные власти, либо, значит, еще кто-то. Поэтому, ну, там достаточно было решить, вот это, 150 рестораторов, то есть, можно было отчитаться, плюс 150, но мы так не делаем, естественно, то есть, у нас одно обращение, мы его работали, и с законодательным собранием, слава Богу, у нас депутаты поддержали, я был благодарен. Вот, поэтому, работа такая она, она, каждое обращение, это, как, какой-то проект, то есть, надо понять причину, надо понять вообще, в правовом поле, не в правовом поле, есть какие-то правовые методы защиты, нет правовых методов, потом, понять вообще, откуда взялся конфликт, потому что чаще бизнес заказывает бизнес, один бизнес, который приближен к одним контролемозорным органам, или властям района, там, в районе, либо, ну, либо еще по каким-то причинам процентов, ну, достаточно большое количество, когда выясняешь, что да, есть ангажированные люди, которые подливают масло в уголе, к сожалению, и вот, институт бы медиации, как бы, запустить поглубже, чтобы он работал, но с точки зрения федерального законодательства, у нас медиация, пока вот, она в таком зачатственном состоянии. Хотя, удается, какие-то предприниматели примирить, и они друг друга больше жалобы друг на друга не пишут. Я вот почему-то думала, что предприниматели пишут жалобы на госорганы, либо на контрольно-надзорные органы, но никак не на друг на друга. Это какое-то массовое явление, или это, скорее, исключение из правил? В районах это такое достаточно массовое явление, когда предприниматели, так как рынок очень небольшой в районах области, они друг друга, значит, там постоянно, еще же у нас же глава района, это тоже чей-то родственник может быть, он может быть не чьим родственником, но все же сироты, извините. Поэтому кто-то приближен, и поэтому то, что вот сейчас делается на оригинальном уровне, и на федеральном уровне это как раз вот муниципальное, как сказать, ограничение, вот все, которые связаны с муниципальными проверками, ну, их надо, конечно, системно, системно в районах это надо отрабатывать. А вот есть у вас ощущение, что предприниматели поверили в институт уполномоченного? Если вы помните, с таким скепсисом относились? Я думаю, что кому мы помогли, конечно, поверили, но кому мы еще не помогали, наверное, они... Дело в том, что бизнес, пока у него нет проблем, он не идет никуда. Ну, и общественная организация не сильно идет. Вы бы нам не мешали, так мы бы и вас бы видеть не хотели бы. Поэтому вот каких-то там хэппи-эндов, естественно, нет. Я с абсолютной трезвостью, никаких лавров, еще до лавров далеко. Вообще, я всегда говорю, что уполномоченный будет не нужен, когда все проверяющие, все власти будут работать. У нас достаточно законов, у нас достаточно полномочий, властных структур и муниципалитетов, чтобы создать условия, чтобы предприниматель из малого никого становился средним, из среднего, крупным. Потом его кто-то инвестором обзовет. Хотя каждый предприниматель, самый маленький, это инвестор, я так считаю, что он на свой страх и риск инвестирует, отторгает от своей семьи, или от... ну, там, если молодой человек, все равно, значит, от любимой девушки. Без денег ничего не получается. На одной интуиции, на одних каких-то рыночных знаний, рыночной экономики, все равно не получится. То есть, Карл Максов, ну, то нет, меня. Ну, собственно, даже на хорошие дела нужны деньги. Да, поэтому предприниматели, это всегда инвесторы для меня. Андрей Николаевич, давайте сейчас буквально на минуточку прервемся. Я напомню, что это особое мнение Андрея Вавилова, уполномоченного по правам предпринимателей. На перерыв небольшой уходим, и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Андрея Вавилова, уполномоченного по правам предпринимателей Кировской области. И сейчас очень хочется поговорить по статистике, по количеству обращений. Вот обсуждаем мы сегодня доклад уполномоченного по правам предпринимателей с 2016 год. Итак, на что жалуются? На действия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, 39%, на действия региональных органов исполнительной власти, 7%, на действия органов местного самоуправления, 24%, на иные организации, кредитные, ресурсоснабжающие, на контрагентов, 26%, и на действия органов прокуратуры, меньше всего жалоб, это 4%. Давайте пройдемся по самым массовым жалобам действия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти. На что жалуются конкретно? Практически никогда не жаловались на МЧС. Едичные слушают, и то не жалобы, а какие-то старые проблемы, которые вытаскивались. Мы их пытались в новом свете взаимодействовать. С Роспотребнадзором практически одна или две были жалобы, но мы их быстро разрешили. Поэтому в основном жалуются часто на действия судебных приставов. То есть, это вроде бы не контрольный взорный орган, но действия их попадают под нашу тоже юрисдикцию. То есть, жалуются, несонимеримость выставленных, ну, описывают имущество, еще что-то, да. Вот есть случаи, там, 46 рублей 41 копейка, значит, требование, которое уже даже потом выяснилось, что оно было просроченное. Ну, а регистрационные органы направлены в запрет на действия с недвижимостью. То есть, понятно, что судебные приставы действуют в рамках своего законодательства. Они его не нарушают. Но предпринимателям это мешает работать. Либо надо федеральное законодательство как-то менять, либо все-таки рискоориентированные подходы, о которых мы сейчас давно говорим и начинаем вроде бы как-то правовую базу все-таки подводить. Они могут, возможно, как-то работать с судебных приставов, но когда касается денег, касается денег, все-таки это не функции полномоченного заставить одного, там, или орган, или государство заплатить предпринимателю, предпринимателю заплатить предпринимателю. А все-таки судебные приставы исполняют решение каких-то судов, естественно, либо, значит, там, ну, каких-то других органов, которые имеют право штрафы или там какие-то платежи накладывать. Поэтому так массово, в основном, вот, ну, вот, в основном на приставы, если массово жаловать. Ну, хотя тут тоже, говорю, вопрос-то такой. Мы каждый раз судебные приставы находили время, разбирались, и если возможность была, там, предпринимателю решить этот вопрос, конечно, решать. То есть у нас, слава Богу, мы находимся в квартале, и мы постоянно взаимодействуем. А вот действия органов местного самоуправления муниципальных образований, 34 жалобы или 24 процента? Ну, вот, я бы сказал, что как раз треть-то оттуда из Вятских полян, на действия муниципалитета Вятско-Полянского района. В основном, я бы так сказал, что между бизнес-обществом и властями в районах всё-таки оставляют, желают лучшего всё-таки отношения. Не всегда власти слышат, не всегда власти слышат и не всегда быстро реагируют. Вообще, откровение одного работника администрации, уж не скажу, какого района, сказал, что мы всегда землю даём так, чтобы в любой момент можно было отобрать. И вот, то есть, ну вот, нет там взаимодействия такого, что предприниматель мой друг. Нет, предприниматель это всегда мой корм. Это которого, ну, которого можно всегда подёргать, когда, каким чем-то, разрешение на строительство, за редким случаем, ну, в общем-то, выдают, конечно, но часто предприниматели мучаются, там, с формированием земельных участков, всё для кого-то, будто бы, всё приготовлено не для тебя. Когда предприниматель приходит, ну, ты тут не стоял в очереди. Поэтому, вот, есть такие обращения, выкуп 159-му закону, 35-му нашему, или, как он, нашему, по упрощённой схеме налогообложения, тоже оставляет желать лучше, потому что помещения в районах сформированы так, что их выделить и приватизировать, ну, за редким исключением есть возможность. Там обычно всё делено и переделено, у кого-то лестница, у кого-то вход, у кого-то санузел, у кого-то ещё что-то. И, как бы, вот, вопросы такие тоже бывают, и часто бывают, по выкупу, при приватизации малого имущества. А вот в органах власти, будь то федеральные органы власти, либо местные, либо органы власти в районах, вас воспринимают, слышат? Конечно, слышат. Конечно, слышат. Ну, вот, в муниципалитетах, может, посложнее, потому что всё-таки это отдельный орган. Меня многие спрашивают, а ты у губернатора был? Я говорю, а зачем к нему идти, если я взаимодействую или исполняющий обязанностями министров, либо с начальниками, значит, так ещё, уже не заместителями губернатора, а именно с министрами. То есть, этого достаточно, то есть, со всеми диалогами, есть обращение по автотранспорту, это всегда диалог есть, значит, сейчас у нас новый Михаил Николаевич Портнев, у нас есть диалог по лесным вопросам с Владимиром Евгеньевичем и с Максимом Николаевичем, то есть, у нас совершенное взаимодействие происходит, поэтому реакция нормальная, с министерством имущества, связанной с землёй, которая была когда-то государственной на балансе области, взаимодействием, там, бывают такие вопросы, считаю, что правительство, в общем-то, все, кто находится в правительстве, реагируют нормально и всегда взаимодействуют. А вот скажите, пожалуйста, по итогам вашего доклада, у вас там ещё много интересного, были даны какие-то поручения? Что-то улучшить, исправить? Да, у меня было несколько предложений, это как раз, значит, по моим обращениям, чиновнику проще судиться, чем находить какое-то взаимовыгодное решение. Понимаешь, включается? Ну, практически договариваться, наверное, договариваться нельзя, есть законы, которые надо всем исполнять и договариваться, это так... Упрощённо. Упрощённо, да. И поэтому, как бы, не как бы, а я обратился в адрес губернатора, он дал поручение соответствующим министерствам всё-таки составить реестр таких судебных дел. Мы по ним сейчас, вот как раз, уже все ответы практически пришли, мы по ним будем отрабатывать, потому что мы считаем, что бизнесу некогда судиться. Я всегда говорю, что если вы начинаете судиться бизнесом, будете судиться с уполномоченным по защите прав предпринимателя или с его аппаратом, потому что предприниматель вправе обратиться, и мы будем представлять его интересы в суде, и мы с вами будем судиться. И с судами периодически выходим, и есть обращения, и, слава богу, накапливается практика такая, что, я не скажу, что как-то в пользу уполномоченного, это неправильно, в пользу закона давайте так. И мы выступаем, нам дают выступать, наслышат. Вы хотели ещё попросить вас прокомментировать цифры, в вашем же докладе они есть, количество вновь зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности и ликвидированных. Вот в 2014 году у нас зарегистрировались, а я вам сейчас расскажу, не ищите. В 2014 году 9273, в 2016 году 8256. В 2014 ликвидировано 7638, в 2016 году 11655. Может быть, разница не очень велика, но тенденция понятна. Регистрируется меньше, ликвидируется больше. Вот эту тенденцию оцените, прокомментируйте. Ну, я бы сказал бы, что вот как раз пенсионный фонд и то судебное решение, которое нам удалось дойти до конституционного суда и отстоять как раз проблемы предпринимателей всей страны, пенсионный фонд по итогам в основном-то стал присылать вот эти письма счастья. То есть я сейчас... Это один процент, который мы считали, когда принимали закон в 2012-2013 году о том, что один процент с оборотом мы будем... один процент платить с дохода свыше 300 тысяч, а доход в понятии предпринимателя и с точки зрения налогового кодекса для предпринимателя пенсионных пониманий, они все-таки приняли не с дохода, а с оборота. И вот предприниматель, заплатив пенсионные взносы с дохода, как он считал, ему еще приходило, значит, максимум 132 тысячи за то, что, значит, у него еще оборот какой-то был. То есть если магазин продал товары на 15 миллионов, купил его за 13 миллионов, ну, 2 миллиона наценки там, да, наценки там, внутри затраты какие-то, и фактически ты заработал, может быть, вообще там полмиллиона там, может, и меньше. То есть, понимаете, заплатил с полученного дохода. А пенсионный фонд, так как оборот больше 300 тысяч, составшийся, значит, миллионов, но не больше 8-кратного взноса, это 132 тысячи, выставлял письма счастья так называемые. И только в Кировской области за 14 и за 15 год было выставлено порядка 19-20 миллионов 750 примерно предпринимателям за каждый этот период. И вот как раз предприниматели, мне кажется, больше снялись с регистрации, когда вот получили эти письма счастья. Поэтому, потому что, ну вот, и у меня как бы обращение вот за 15 год, почему-то, когда я приступил к 14 году, вот за 15 такого яркого не было обращения. А вот в апреле 16-го года они появились. И почему вот статистика, так может быть, она и такая есть, я ее не могу придумывать. Ну, если вы меня спрашиваете, почему я так думаю, вот я думаю, что эти письма счастья как раз и подкосили предпринимателей сняться с регистрации и, в общем-то, не платить пенсионные взносы, которые они считают, что несправедливо их. Они просто стали ООО, ну, в общем, с ограниченной ответственностью или какие-то другие формы ушли. Поэтому для меня вот пока... Конечно, и рыночные экономические ситуации сложились гораздо труднее в связи с украинскими событиями, с санкциями Запада. Я очень знаю, очень много предпринимателей, которых это коснулось Кировской области, которые работали на экспорт, делали экспортную продукцию. Они не смогли больше работать. Ну, и эта цепочка же, как бы, и даже эти же фрукты и овощи кто-то возил с Польши, допустим, это тоже был бизнес. Он прекратил существование. И тут много факторов, которые повлияли на это, но я считаю, что и пенсионный взнос, и внешний рынок, и внутренние какие-то повлияли на то, что предпринимателей количество сократилось за этим. Вот я хочу подробнее с вами поговорить о тех взносах в пенсионный фонд, которые вам удалось вернуть. Но сейчас мы прервемся еще на короткую рекламу. Это особое мнение Андрея Вавилова, уполномоченного по правам предпринимателей в Кировской области. Очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Андрея Вавилова, уполномоченного по правам предпринимателей в Кировской области. Андрей Николаевич, расскажите подробнее про эти самые пенсионные взносы, которые вам удалось вернуть предпринимателям всей страны. Вы уже вначале объяснили про 1% с дохода, 1% с оборота. Вы выходили с этим в суды, правильно? Да, конечно. Когда это все происходило? Сначала все было без нас. Предприниматель Юрианского района занимался бизнесом. И он был военным пенсионером. И пенсионный фонд ему выстроил вот такие взносы. Вот как я рассказывал, 100 с лишним тысяч. 130 тысяч, да? Наценка у него была, оборот был 15 миллионов, наценки фактически, не наценки, а прибыли 40 тысяч, он показал. Не знаю, насколько там. Там продажа векселей была. Выставили пенсионных взносов на 130 тысяч, там примерно. И он обратился в суд Юрианского района. И судья Юрианского района удовлетворил требования, а пенсионный фонд не захотел. Он подал в областной суд, а областной суд встал на сторону пенсионного фонда. Потому что, если с точки зрения читать, видимо, все-таки можно по-разному читать. Одни и те же законы. И он смирился с этим. У него как с военного пенсионера расписали с карточки деньги. Прошел год. И в следующем году, за 15-й год, я говорю, в начале 16-го года, как раз у меня начались десятки уже обращений. Я стал выяснять с пенсионным фондом, с налоговой. Еще же налоговой передавали в этот учет. Все говорилось как бы. Мне говорят, а что ты хочешь? Есть решение суда областного. Мы его выполняем. Я так окей. Стал изучать. Выяснилось, что в моем любимом Юрианском районе есть такой предприниматель, который, в общем-то, прошел всю эту школу. И только от него зависит, если он дальше пойдет бороться с этим. Мы его нашли. Он долго сопротивлялся. Все-таки он говорит, ну ладно, если... Ну, что у него был какой-то адвокат тогда, ему помогал вот в те годы, когда он сам судился без нас. Он все-таки согласился, что если мы там напишем кассацию, то он подпишется. То есть вот это самое... На самом деле, это было самое главное. Остальное, спасибо Агаеву Азизу Алиевичу, он взял эту тему, он написал кассацию в областной наш суд. Областной суд, оценив его доказательную базу, которую он принес, ну, в общем-то, в связи же это состязание же, как бы решили, что все-таки вопрос не замыливать, отправили в Конституционный суд. И Конституционный суд, получалось, что ему надо было, заработав 40 тысяч, заплатить 140. Ну, там где 130, неважно. То есть получалось, что он из другой какой-то жизни своей должен был принести в коммерческую деятельность какие-то деньги. То есть он должен был лишиться имущества, не связанного с ведением предпринимательской деятельности. То есть вопрос был совершенно прозрачный, наглядный. То есть любой другой случай, если бы там предприниматель хотя бы заработал 150 тысяч, он бы не прошел. Но вот прикладной вопрос, и Конституционный суд где-то в мае, по-моему, месяце это было отправлено, Конституционный суд 28 ноября 2015 года перенял решение о том, что решение как бы отменил. Отменил. Да. И уже областной суд 18 января 2016 года собрался своим, не знаю, советом, как называется, советом, как судья называется. Ну, в общем, все суди собрались, как на касацию, и отменили предыдущее решение областного суда. И решение великой женщины, судей Ривианского района, вступило в законную силу. Потом низкий поклон, то есть она вот прочувствовала предпринимателей, вот это настоящая судья в нашей области. Так, хорошо. А потом всем предпринимателям, которые писали аналогичные жалобы, вернули деньги излишнеуплаченные? Они должны были прийти в пенсионный фонд. Пенсионный фонд должен подтвердить о том, что да, были излишне выставлены требования. Все это, так как сейчас налоговая регулирует все эти отношения с предпринимателем, все же учетные регистры переданы, передуслаются в налоговую, и уже на сегодняшний день около миллиона взносов возвращено скольки-то там предпринимателям. Это только по Кировской области? Это в нашей Кировской области, да. А в масштабах страны, я так понимаю, что этот же прецедент может быть использован для предпринимателей всей страны? Конечно, у нас есть обмен лучшими практиками среди уполномоченных. Конечно, мы все это в докладах. Во-первых, они все знали, они же все мониторят, то есть все меня даже поздравляли. Я думаю, что надо поздравлять как раз Азиза Олеевича Агаева. А с этим решением вообще никто не верил. На самом деле уполномоченные, когда я взял на себя это и сказал, что я буду этим заниматься, мне сказали, занимайся, только мы не верим, что ты можешь победить вот этот вопрос. Ну, видимо, побеждать не получится. Мы не побеждали, мы просто считали, что это несправедливо, и поэтому мы вот это делали. Ну, как Вы сами сказали, случай тоже был очень показательный, да? Случай был, да, показательный случай. Нам повезло, что именно вот на этом случае и нам пришлось, так сказать, добиваться правды. И уже позже в налоговый кодекс вынесены изменения, которые, правда, тоже наполовину. То есть предприниматели, которые находятся на обычной схеме налоговожения, у них доходы минус расходы. А УСНО так еще не доделали, поэтому, видимо, придется вернуться к этой части еще раз продолжить работу, тем более по анатолийному пути. Андрей Николаевич, давайте еще по налогу на имущество организации поговорим. Поступает, ну, такая достаточно противоречивая информация по пересмотру размера налоговой ставки по налогу на имущество организаций, по объектам недвижимого имущества. Это торговые центры, да? То самое, о чем очень много говорилось буквально пару лет назад. Вроде как сейчас все говорят, что этого повышения не будет, но в это же самое время есть некий документ, план мероприятий по увеличению доходов в программе по оздоровлению государственных финансов Кировской области. И вот в этом документе заложен рост ставки по налогу на имущество в 2017 году с 1% до 1,5% и в 2018 году с 1,5% до 2%. Вот на понимание, что происходит, вырастет эта ставка или нет. Я знаю, что вы над этим вопросом также работали и работаете. Ну, два года назад мы с торговой промышленной палатой и со всеми вообще бизнес-объединениями с этим вопросом очень серьезно работали. И тогда же договорились, что мы сделаем самую простую схему исчислений. Это 1%. И все-таки, чтобы сохранить малый бизнес, придумали градацию от 2000 квадратных метров здания. Все, что это 2000, мы считаем, что это малый бизнес. На какие-то повышающие коэффициенты мы тогда не договаривались. Было несколько проектов, несколько вариантов. У каждой общественной организации даже были разные. Потом мы пришли к единому консолидированному мнению. И тогда нас законодательное собрание Кировской области поддержало и сделало вот такой простой закон. 1% 2000 квадратных метров. Надо ли это будоражить? Наверное, пока преждевременно, потому что рынок еще не восстановится. И восстановится он в будущем времени или нет. Даже если будоражить, нужно провести очень серьезную аналитическую работу. Мы об ней договаривались. 3%. Давайте посмотрим на эти же торговые центры, которые в части зайдешь 3-й, 4-й этаж пустой. А на доброй половине, значит, висит аренда. Поэтому я думаю, что это не от хорошей жизни. И арендаторы сегодня не получают те какие-то базнословные прибыли, которых можно мечтать, которые можно изымать государством. Поэтому в любом случае, если будет чья-то инициатива, она должна пройти оценку регулирующего воздействия, а это как раз общественные организации, у которых состоит бизнес, напишут свои заключения, проведут какие-то мероприятия по обсуждению данного вопроса. В состоянии ли мы сегодня повышать этот налог? Я считаю, что если, как мы все говорим, что дорога должна быть двусторонним движением, то она и должна быть двусторонним движением, а не то, что кто-то решил, а кто-то подчинился. Давайте все-таки вести диалог между бизнесом и властью и находить какие-то, может быть, другие неналоговые методы взаимодействия. То есть у вас пока официальная информация о том, что ставка по налогу на имущество вырастет, нет? У меня такой информации нет. В планах у нас могут все кто угодно. Я думаю, что это такая домашняя заготовка, которая была, если она даже опубликована, это не значит, что ее надо, так сказать, брать за чистую монету. Мы до сих пор не провели еще, не обсудили вообще итоги этого введенного налога. Потому что некоторые губернии до сих пор еще не ввели. Там с 18-го года, по-моему, обязаловка эта. И то обязаловка такая, что якобы, если вы не введете, то мы вам что-то из центра давать не будем. Насколько, так сказать, это вот... Где это на бумаге написано, да? То есть я думаю, что это какие-то вкусные разговоры, ссылки на то, что если мы регионы эти налоги не введут. Вообще моратории на налоги у нас есть. У нас, по крайней мере, Владимир Владимирович Путин, президент Дмитрий Анатольевич Медведев, правительство транслирует, что не повышаем, ничего не повышаем. Но косвенно мы там... То на кассы надо потратиться, то, значит, еще на что-то. То на... Не будем ничего придумывать, как бы не буду сейчас за уши притягивать. То есть у нас постоянно возникают какие-то косвенные затраты, которые бизнес продолжает постоянно нести. Поэтому лучше бы не будить лихо, пока тихо. Вот последние у меня вопросы про муниципальные предприятия. Свежая статистика. За 2016 год из 15 муниципальных предприятий получили прибыль 12, 3 в убытке. Это магазин Детский мир, это гостиница Губернская, это МУП Вятком Торп. Мне интересно ваше мнение. Вообще нужно ли администрации заниматься бизнесом? Или, может быть, продать всю муниципальную собственность, сдать ее в долгосрочную аренду? Пусть бизнес занимается бизнесом. Я думаю, что любая МУПа – это издержки социалистических времен. Но есть функции муниципалитета, которые никогда не будут делать бизнес. Потому что это убыточно. Даже взять же тех автоперевозчиков. Есть автобусные маршруты, которые прибыльные, есть которые убыточные. Но там живут люди, и это надо делать. Поэтому, если меня государство спросит, где бы нам оставить муку, я бы сказал, там, где невыгодно работать бизнес. Везде, где есть рыночная конкурентная среда, пусть там бизнес вкладывается, развивается. Но единственное, это не на один день. Сегодня разрешили, завтра запретили. Давайте хотя бы, там, ну, пытаются столетиями мыслить, но давайте хотя бы, там, десятилетиями мыслить. Потому что есть у нас программа развития города Кирова, там, 700-летия или 650-летия у нас? 650-го? 650-го. Если мы не будем менять правила игры, если, вот, мук неэффективный, неэффективный, давайте реализовывать. Если есть там какое-то имущество, выставлять на торги. Придет предприниматель, который будет более эффективным. Государство неэффективно занимается бизнесом, если вы меня спрашиваете. Государству надо заниматься госуслугами. Надо больницы, школы, детские сады, дороги, дворы, ну, даже дворы под вопросом, да, там, там, и население, как бы, что-то может своими руками, по крайней мере, делать, а не то, что государство сделало, а потом приходит невоспитанный ребенок, все сломал. Поэтому государству надо ставить четыре функции, ну, еще, там, охрану, да, там, остальное все отдать бизнесу. Я сейчас коротко процитирую начальника департамента муниципальной собственности Наталью Медведеву, которая комментировала как раз возможную приватизацию центрального рынка и детского мира. Вот полученные средства собираются направить на строительство, реконструкцию социально значимых объектов. Я сейчас процитирую. Например, городу необходимо еще порядка десяти детских садов. Планируется строительство в школу в рамках федеральной программы, для чего муниципалитет должен обеспечить софинансирование. Ну и, собственно, вот деньги от приватизации предлагается направить на эти самые социально важные объекты. Я так понимаю, что это мнение вы поддерживаете. Есть общественный контроль. Я думаю, что можно через общественный контроль как-то это поддержать. Но деньги не пахнут. Я бы вот так, что там деньги от центрального рынка пойдут на какую-то школу, ну, давайте лукавить не будем. Они, конечно, там есть у них разные статьи доходов, которые куда-то можно направлять, нельзя направлять. Но если они так об этом говорят, ну, тогда, если кто-то не верит в это, поставьте на общественный контроль. Для этого есть палата, для этого есть другие какие-то общественные структуры, которые могут проконтролировать. Все-таки, если муниципалитет берет на себя такие обязательства, пусть и выполняет. Ничего сложного в этом нет. Тем более, если только софинансирование, потому что, по моим понятиям, детский садик стоит около 200 миллионов. Поэтому, если уж тупо считать деньги, то это на 2,5 садика. А если софинансированием, тогда 5 или 10 или сколько там процентов будет софинансирование, тогда, наверное, эти задачи можно решить. Чуть побольше. Ну, если вот 10 процентов софинансирования, тогда это нормальная цифра уже получается. Ну что же, Андрей Николаевич, на этом мы и заканчиваем, потому что вышло время. Это было особое мнение Андрея Вавилова, уполномоченного по правам предпринимателей Кировской области. Я благодарю вас за эфир. Спасибо. До свидания. Да, всего доброго и до свидания. Продолжение следует...